Приветствую вас! Я думаю, что, с одной стороны, есть немаловажный фактор практики, который, в общем-то, повторяет и, в общем-то, сбивает многие теории, потому что теория – это одно, да, как бы такая стерильная история, ну вот, а практика – это совсем, 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 совсем другое, и практика – это далеко не то же самое. То есть, если в теории можно сказать – это чистые идеи, вот, и как бы мысли, они, ну как бы мысли, они крутятся только вокруг идеи, вот. То, значит, что касается практики, то при занятии практики ситуация складывается совсем иначе, вот. Тут, к сожалению, уже не работает так, в том смысле, что при занятии практикой много вещей отвлекают внимание, да, и, в общем-то, заставляют думать о чем-то другом – это первое. Второе. Когда идет абстракция, когда, ну, вот, абстрактно о чем-то думаем мы, вот. Ну, то мы видим результат, мы видим результат, и результат, в принципе, мы видим как, мы видим достаточно четко его. Но, когда мы начинаем заниматься делом, да, когда мы начинаем заниматься делом, что ситуация, на самом деле, далеко уже не такая простая, потому что, а… мы не видим результата. Результат всегда кажется более тяжелым, то есть нам тяжелее его достичь, нам тяжелее его добиться. результата, когда мы занимаемся практикой, вот. И, соответственно, зачастую результат оттягивается, отдаляется, вот. и мы, ну, далеко не всегда знаем, что нам делать именно вот с этим моментом. мы далеко не всегда знаем, как бы, как дальше себя вести. Мы далеко не всегда знаем, как нам справиться с отсутствием результата. с тем, что его нет. С тем, что его нет, и с тем, что его может, ну, с тем, что его может не быть долго достаточно. Вот. Мы не всегда знаем этот момент, очень не всегда мы можем отдать себе, отдавать себе в этом отсчет. Вот. Поэтому, ситуация, ситуация в том числе является и вот такой. Что же касается обесценивания, а именно это вы делаете, когда считаете неважным свои занятия, ну, вот, то, чем вы занимаетесь, да? Ну, вот. Что касается обесценивания, то оно, обесценивание, в свою очередь, завязано на оценке, которая в том, базируется, в том числе, на веданиях определенного рода. То есть, к примеру, я чем-то занимаюсь, да, я, ну, жду, что, да, что-то получится, на что-то не получается, то я, соответственно, могу начать, допустим, считать, что я не достоин, допустим, я не достоин, там, ну, заниматься этим делом. Я начинаю спрашивать, спрашивать, эээ, себя, там, зачем я им занимаюсь, да, для чего я им занимаюсь, почему я им занимаюсь. Вот. Это тоже такая достаточно важная история, тут происходит ответ. Вот. На мой взгляд, основная проблема здесь заключается в том, что у человека, вот в данном случае у вас, нет, эээ, нет, эээ, такой, эээ, конкретной мотивации, ээээ, что-то делать, вот. Тут мне кажется, что, проблема, она, в основном, в этом заключается, вот, что, просто нет мотивации. То есть, вы, эээ, подменяете цели, подменяете цели, ээээ, ну, по которым вы хотите, ээээ, делать это. Ох, вот. Вот. Вот мне, мне, мне видится история такой. С делом нужно заниматься ради, например, в первую очередь, ээээ, дела, да. А вы занимаетесь этим, по-видимому, по, ну, по другим причинам, ну, вот. Которые, ну, не являются, не являются теми, ээээ, что вытекают из, эээ, характера деятельности. Ну, вот. Мне кажется, что, проблема, по большому счёпу, ээээ, вся именно в этом. То есть, если вы, измените, допустим, свои цели, если вы измените свои приоритеты, ну, вот, то, эээээ, ситуация, на мой взгляд, будет, ну, она может, она может, она может. Стать, ээээ, совсем другой. Вот. Вот, да. Так же, ээээ, изучение предмета, изучение предмета, это, ээээ, совсем не то же самое, что, ну, заниматься предметом. Вот, это, совсем не то же самое, вещи, это, ээээ, вещи, это, абсолютно разные, вот, и, на мой взгляд, это нельзя не учитывать, на мой взгляд, на мой взгляд, это нельзя не учитывать. Вот, в принципе, так, можно ответить вам на ваши вопросы, в целом, эээ, сам по себе вопрос, достаточно, общий, поэтому, ээээ, ответ мой, тоже получился общий, вот, я надеюсь, что, для вас. Так или иначе, это полезно, было бы, было бы, что все, я сказал, то есть, я рассказал, вот, надеюсь, что, ээээ, вы сможете использовать это, для своих целей. Вот, ну, обесценивание, это, такая история, которая, которая не приходит, ээээ, к сожалению, одна. То есть, обесценивание, это, ээээ, то, что, приходит из детства, как правило. И, обесценивание, практически всегда, это голос родителей, эээ, либо это голос, эээ, значимых фигур, вот, ну, так или иначе, значимых фигур, каких-то, каких-то значимых фигур, для вас. Вот, и, соответственно, с этими голосами фигур, вы находитесь, ээээ, ну, на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, вы находитесь не в ладах, вот. Да, ну, потому что логично, что, если бы вы находились в ладах, да, эээ, вот, то у вас не было бы никаких проблем, да, не было бы вообще никаких сложностей. Вот, а так, получается, что сложности есть. То есть, это вот то, что нужно, нужно отдельно поисследовать. Также не стоит забывать о том, что, если изучение какого-либо предмета на уровне теории, это, это просто, как можно сказать, кабинетная работа, она, в эклектическом смысле, имеет свое значение. Но, на практике, как бы, использовать это практически невозможно. Вот, если вам, эээ, там, допустим, в целом, если вам в целом нравится изучение, если вам в целом нравится исследование, там, ну, каких-то вещей, да, вот, то делать это изолированно, делать это стерильно, делать это практически не вовлекая себя, ну, во взаимодействие. С другими людьми и прочим гораздо легче, чем заниматься практикой. Все-таки практика требует достаточно больших энергетических заправ. Вот, и совершенно непонятно, есть ли у вас эти ресурсы для того, чтобы, ну, объективно, адекватно, значит, заниматься той деятельностью, которую вы, например, себе выбрали. Потому что, вполне может быть, что ресурсы, вот, свои ресурсы, вы, эээ, как бы, ну, видите неверно. Вот. И распоряжаетесь вы своими ресурсами тоже не совсем адекватно. Вот. Я не говорю, что это обязательно, прям, вот, так. Я не говорю, что это обязательно, прям, ваша история. Но, тем не менее, даже существует и профессиональная, профессиональная, как бы, предрасположенность, да, это, с одной стороны, существует профессиональная предрасположенность, с другой стороны, существует, скажем так, внешние ограничения, которые не всегда удается убрать. И, как бы, существуют ориентиры, на которых человек опирается при выборе того или иного, того или иного вида деятельности. Вот. Поэтому, поэтому, вот эти все моменты, их нужно исследовать, их нужно изучить, тогда и будет, собственно, понятно, что происходит с вами. Вот. Тогда будет понятно причина того, что вы описываете. Может быть, это причина та, что я описал. Может быть, это совсем другая причина, например, там, допустим, причина, там, к примеру, внутреннего запрета на профессиональный успех. Понимаете? Вот. То есть, между теорией и практикой есть, конечно, большая, большая разница, и вот, на мой взгляд, вы к этой разнице оказались не готовы. Вот. Вы пишите, что это профессия и карьера, я не думаю, что то, что вы описываете, относится в полной мере к профессии и карьере. Я думаю, что то, что вы описываете относится немножко к другому совсем. Вот. А именно к личностным, к личностным противоречиям и конфликтам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...